Добрый день в эфире Украина.ру и сегодня с нами в студии народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко. Приятно видеть вас вживую в студии. О том и все с вами по скайпу. Мне тоже приятно вас видеть. Всем здравствуйте. Поговорим о настроениях городов Юго-Востока, в частности Херсона. Украина сейчас очень-очень опасается российского вторжения в 8, если я не ошибаюсь, городов Юго-Востока. Где их ждут больше? Слушайте, что-то я вот не понимаю. Все Россия наступает, наступает и никак не наступит. Лично мое мнение уже давным-давно это сделало. Поэтому как бы России сегодня конфликт не нужен. Но если разобраться, кто кого больше ждет, Одесса, Николаев, Херсон, эти регионы ждут. Действительно, это реально. Потому что кровные узы настолько сплетены, что этот бред сумасшедших, которые уже на протяжении 8 лет считают, что происходят, они уже так людям надоели. Во-первых, люди от этого страдают. Во-вторых, это родственники живут и в России, и в Крыму. Поэтому, конечно же, в данный момент Юго-Восток, он, конечно, ближе к братьям. И в отношениях, и в связях, и в политической жизни, и в просто хозяйственной жизни. И, будем говорить, в объективности наших двух народов, назовем так, народопобедителей. Но назвать, что только Украина там была, нельзя. Это и Россия, это и Белоруссия, это и армяне, это и грузины. Это все братские нам народы, которые участвовали в победе великой. Поэтому в данный момент Херсон, я знаю, что большая половина ждет. Сегодня затерроризировано народ. Ну, в лице государства, вот Порошенко, сегодня Зеленского, парламента, который существует, это же террористы, отпетые мошенники, негодяи, убийцы. Поэтому люди сегодня пытаются как-то выжить. Чтобы, допустим, так резко был исход, вот возьмем, как Херсон, раз и выехал весь в Россию. Это невозможно, потому что это рабочие места, это жилые комплексы, это жилье, это общежития, это заводы, фабрики надо восстанавливать для того, чтобы люди выехали. Ну, этого невозможно сегодня сделать, как это сделал, назовем так, Сталин. После Великой Отечественной войны за пять лет фактически восстановил промышленный потенциал. Сегодня это невозможно, мы живем в современном мире 21 век. Простите, я что перебил, а что вообще у нас на Юго-Востоке осталось от промышленности? Тут же Николаевский судоверфи... Ну, давайте так, Николаевский сегодня банкрот, его под продажу, потом под нож. Такая самая ситуация в Херсоне, поэтому фактически все остановлено. Если на судозаводе у нас какие-то мелкие ремонты, судоремонтные работы идут, и обварочные там работы и так далее, то это факт. Но такие вот капитальные там ремонт или, допустим, постройка нового судна и запуск его в эксплуатацию, это уже давным-давно и неправда было, да? Особенно после 2014 года, фактически вся тяжелая отрасль Херсонской области, она умирает. Электромаш у нас остановился. Если говорить Херсонский электрозавод, он остановился. ХБК уже давным-давно разнесли. Это самая крупная фабрика. Херсонский целлозно-бумажный завод давным-давно ушел в небытие. Если говорить о фермерском хозяйстве, это тихий ужас, катастрофа. Если говорить о губернаторах, которые были изначально, вот после Турчинов, кого назначил, потом Порошенко, кого назначил, сегодня Зеленский, это просто тихий ужас. Это можно сказать, такими губернаторами и их действиями просто убивают Херсонскую область и Херсон. Это, конечно, страшно. Это недалекие люди. Это люди просто воришки. Да и Херсону, по большому счету, в последнее время просто не везет на управленцев. Очень много людей выехало активных. Те, которые вот созидатели. Те, которые знают, как строить, воспроизводить, экономику знают, историю знают. Таких людей все меньше и меньше и меньше становится. Они выезжают, и далеко не надо ходить в Россию выезжают, в Крым уезжают, в Польшу уезжают. У меня много очень хороших людей, которые в 2014 году уехали в Польшу. Кто стал инженером, кто электроинженером стал, кто ушел на судоверфь в Польшу работать, а кто и в Россию ушел. У меня есть очень хорошие электромонтажники, которые здесь в России работают, нашли работу и позабирали семьи. Есть проблема большая. Ну, плюс, экономика деградирует. Экономика умирает в Херсоне. Это связано с тем, что сами себе, вот как я без руки, без ноги, только я стараюсь что-то делать и как-то передвигаться. И мой недостаток в передвижении заменяет моя тачка. Да, кто-то же придумал эти колесики, площадку назовем так, потом поролончик, кожу обдел. Я как-то передвигаюсь, значит, я способствую жизни своей. В Херсоне взяли чиновники, губернаторы, миджелисы всякие там, взяли и обрезали эти ноги. То есть, северокрымский канал перекрыли, поставку электроэнергии перекрыли, продовольственную блокаду сделали. Ну, и давайте будем говорить, этим они ущерб принесли колоссальный. Это на сегодняшний день экологическое состояние, очень плохое. Это, будем говорить, утеря рабочих мест и прямого заработка от реализации электроэнергии. Это на сегодняшний день сельхозпроизводство и сельхозпродукция, которая реализовывалась не только в Крым, но и за пределы Крыма. Крыма, это Тамань, туда, дальше. Это, возьмем так, потеря колоссальная Донецк и Луганск, потому что Баштан весь ввезся туда. Потом, политика защиты фермерских хозяйств и вкладывание денег непосредственно в развитие сельского хозяйства, она полностью разрушена. Поэтому колоссальные несут убытки. И каждый год процесс уничтожения продукции, которую вырастили херсонцы, он все больше и больше становится. Ты же рост арбуза не остановишь или, допустим, не зайдешь на поле и скажешь, сегодня конъюнктура поменялась, рынка нету, арбузик, пожалуйста, вырасти там на 30% меньше. Ну, чтобы попасть вовремя, да? Плюс кредитная политика страшная. Ну, везде присутствует одна коррупция. Ты кредит не получишь, пока мне что-то не дашь. Для фермера это беда, да? Ну, потом будем говорить так, сама же политическая ситуация и конъюнктура СБУ, администрации президента, самой администрации внутри. Кто за Россию говорит, либо скачет, тот враг. Значит, надо его, типа, от кормушки отделить. Убивает предприятие. Плюс рейдерские захваты. Ну, и давайте будем говорить воспроизводство молодежи, которая якобы рождается. А сегодня, если говорить, рождаемость у нас упала, а смертность выросла. Да? Так вот, молодежь сегодня тупеет на глазах. Образование низкого уровня. Потом, тотальная укранизация, она сказывается. Эти фашизизации, вот это, фашизм, нацизм, оно все сказывается. А вот, чтобы выращивать то поколение, которое будет созидать, его нету. И в итоге, молодое поколение, те, которые самостоятельно хочет чему-то научиться, оно отказывается от своего родителя государства и уезжает в куда? В Польшу, в Венгрию, в Чехию, в Латвию, в Германию, во Францию, в Россию. Любыми путями. И самый основной фактор, это война, которую навязали нам американцы, европейские сателлиты и так далее. Поэтому, город, будем говорить, сам по себе, если так разобраться, умирает живых. А города мертвых восстают. Город стареет очень сильно. И села сегодня умирают. Это связано с многими факторами. Но проводят эти в Херсоне идиоты так называемую реформу укропнения, будем говорить, укропнения районов. Ну вот, есть Виноградово село, либо Маячка есть, либо Подокалиновка, либо Геническ есть. Мы должны учитывать, что расстояния очень большие. Но не будут же люди возить на брычках в Херсон, либо, допустим, в Цюрлюпинске сегодня, Олежке, везти на брычках больную бабушку, либо маму. Не дай бог, конечно. Либо своего родителя. Либо дитя везти на лужевой повозке. Ну, это бред. Это все укрепняется. Естественно, человек ищет. Да, мне лучше уехать, продать тот свой дом частный. И те несчастных 300 или сколько там соток. Там, где я выращивал что-то. И уехать поближе к городу. А учеба. А мы смотрим, что сегодня творится с коммунальными вопросами по Херсонской области. А какое удорожание сумасшедшее идет. Это все сказывается непосредственно на человеке. И тотальное давление. Поэтому на сегодняшний день я общаюсь в Херсоне со многими. В эфире не буду говорить, конечно, потому что знаю, что произойдет. Но многие сегодня ждут. И здесь в таком случае вопрос. Мы про экономические факторы много говорили. А гуманитарные вопросы, в частности вопрос языка. Вы упомянули об образовании, об украинизации. Помимо этого, есть довольно свежая инициатива секретаря СНБО Данилова о переводе на латиницу. Как на Юго-Востоке, как в Херсоне вообще воспринимают? Как не прискорбно, я вполне сейчас могу представить, как Киев спокойно переходит на латиницу. Но чтобы Юго-Восток спокойно перешел. Давайте будем говорить. Вот я как человек. Чем я интеллектуально образованный, и чем больше я буду знать языков. Английский, латинский, украинский, русский, немецкий. Какое я пожелаю. Тем это лучше для государства. Ну, когда вопреки для враждебности, заменяя, отнимая твое родное, это приводит к трагическим последствиям. Назовем так, что это идет очередной виток войны. Российский, русский язык превращают в меньшинство. Что делают с меньшинством? Уничтожают. О чем тут говорить? Но, самое страшное, что уничтожая русский язык, грамматику, теорию, допустим, там, в научных каких-то книгах и в образовательной всей системе, мы заменяем украинским языком. Но, если посмотреть реформу украинского языка в одном слове 10 ошибок, или, допустим, как я недавно пост написал по поводу Киева, Куев. Ну, почему-то 90% никто до сих пор не называет Куев. Это ж английский язык, типа, они называют. А эту тему выдал кто? Кличко-Бычко. Больше никак его не назвать. Тогда, извините, почему 80% или, может, 90% никто не называет Куев? Ну, парадоксальное свойство, да? Ну, большая часть разговаривают на русском языке и продолжают. Они не смогут уничтожить. Представьте себе, что насколько исковеркали украинский язык. И на это страшно смотреть. Вот. Я украинский язык люблю. Он просто певчий. Он прекрасный. В нем есть красивые слова. Да? И ничего. Там любите, а здесь кохайтеся. Красивое слово. Но его можно повернуть и во вред. Это просто-напросто другую букву написать, но по-украински. Исказить. Вот сегодня украинский язык искажает и убивает его. Дабы насолить той же самой России. Вот и все. Поэтому в данный момент реформа украинского языка и тотальная украинизация, она с треском провалена. Но не забывайте, сколько отмыли денег на напечатание книг. Такая самая ситуация и здесь. Но Европа и Америка на эти все процессы выделяют деньги. Дабы обратно навредить. Не спасти, как государство Украину, детей спасти, чего-то умного дать, положительного. А наоборот уничтожить и убить. Вот здесь сразу вопрос. Если, не дай бог, эта реформа вдруг пройдет и какие-то светлые головы решат перевести все на латиницу. Мы помним пример Молдавии, где конфликт в Приднестровье начался во многом как раз из-за перевода молдавского языка на латиницу. Не произойдет ли той же ситуации с юго-востоком страны? Дело в том, что давайте будем говорить так. Конфликт уже сегодня существует на почве русского и украинского языка. Это неадекватные политики это сделали. Украинские. Как они себя называют, хотя они не любят Украину. Если еще и это добавить, это получится смесь бульдога, носорога, что-то такое. Это приведет тоже однозначно к конфликту. И он неизбежен. Поэтому самое главное это, будем говорить, языковые проблемы. Меньшества, большинства и так далее, на чем устраивают. Потом вера, исповедание на этом устраивают. И уже фундамент, который подменяется через молодых детей. Ведь не напрасно он сказал, что надо с самого детства учить латинский язык. А время быстро летит. Восемь лет. Одного поколения уже прошло. И враждебных по отношению к России стало больше. Мы напрасно говорим, что это дураки. По отношению к своему народу, если рассматривать то, как они себя ведут, это дебилы. А я вам хочу сказать, уважаемые россияне, это не так. Они все правильно делают. Пропаганда ихняя, в ихнем мерке она правильно происходит. Мышление меняется. Интеллектуальность меняется. Подача жизни к сегодняшнему дню тоже меняется. А вы, как страна соседствующая, потихоньку исчезаете от них. Отдаляетесь. Так вот, тут надо уже бороться. Это мое личное мнение. И если просматривать, что заработают они или не заработают на этом. Ну, если Европа и Америка выделят деньги на то, чтобы сегодня сразу ребенок рождался в роддоме, и ему латинский букварь сунули, и он сразу учил. Ну, это до такой шизофрении доходит. Поэтому, я говорю, они еще и заработают на этом. Если кто-то к этой кормушке не прилезет, 100% прилезет. В первую очередь Зеленский. Поэтому, как бы, сегодня на Украине чиновник, это тот человек, который на сегодняшний день на крови зарабатывает деньги. Ему все равно. Родился ребенок, умер ребенок, он должен заработать. Ему все равно. Повесился кто-то от голода, либо, допустим, выпал с девятого этажа пенсионер. Ему все равно. Он должен заработать. Ему все равно, сегодня в городе чисто, или не чисто, или, допустим, вода есть, или нет, либо холодная, либо горячая. Он на этом должен заработать. И это страшно. Это и есть убийство Украины. Это и есть преступление над украинским народом. А как мы понимаем, сегодня так и происходит на Украине. Поэтому мы получаем, вот говорят, распад Украины, распад Украины. А он уже распадается, Украина. Просто она сегодня потихоньку гниет. А она сегодня вымирает. А черви ее грызут. Черви, я называю, я никогда не скрываю. Порошенко должен просто-напросто висеть. Это мое личное мнение. Вороны должны клевать. Но только после суда. И моя мечта, я этого не скрываю. Пусть меня Бог простит. Чтоб ему сняли носки. И он пешочком под камеры, вместе с Турчиновым, Наливайченко, и всем этим отребием фашистским, по всему Донбассу прошелся, чтоб аж кровь выступила у него на ногах. Чтоб он почувствовал ту боль адскую, которую он принес своему, как он называл народу. Войну, горе. Вот об этом я мечтаю. Сегодня я и о Зеленском мечтаю. Чтоб и он туда присоединился. Потом было вынесено решение. Военный трибунал, как полагается. И чтоб этот трибунал состоялся, на весь постсоветский союз. Под камерами все, как полагается. И приговор был исполнен. Через повешение. Но правда дописали. Я не кощунство говорю. Я не хочу это видеть. Но чтоб три-четыре или недели он повисел, чтоб вороны его обклевали. И чтоб эти выкормыши, недобитки эсэсовские, как я их называю, ну, были конкретно в истории вписаны. Он разрушил страну. Он убийца и деспот своего народа. Он вор и мародер. Вот и все. Зеленский это то же самое. Вот такое мое мнение. Я не воспринимаю своими мозгами, это насколько ж надо так ненавидеть народ, чтоб просто на нем так топтаться. Спасибо вам большое, Алексей Валерьевич. Я напомню, в нашей студии был Алексей Журавка, народный депутат Украины 5-6 созывов. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на наш канал. Оставляйте свои лайки и комментарии под видео. Ну и, конечно же, следите за нашими обновлениями. Увидимся на украина.ру.